Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас три вкуснейших буррито. Я сама их приготовила с любовью, так скажем. Немножко пожарила. В общем, в рецепте их жарить не надо. Я, кстати, вам ссылочку оставлю на рецепт. Там готовила мама, здесь готовлю я. Состав один и тот же, просто подачи немножко отличаются. Смотрите, как аппетитно! Этот прям горячий. Давайте начнем с этого. Ой, этот тоже горячий. Мне кажется, так обжарено вкуснее, чем просто. Как я устала. Вчера были на квартире. Отклеили обои. Я, конечно, понимаю, что там все не супер. Так более-менее сделаем. На кухне, можно сказать, полностью отклеили обои. Только остались верхушки. Мы просто не достаем. Нужна стремянка. Или какой-то стол. В общем, не достать. Надо решить вопрос. В общем, работа она вовсю идет в квартире. Утром никак не могла проснуться. Вот даже сейчас приготовила столько всего. У меня так хочется спать. Не хочу нахваливать, но это безумно вкусно. Уже последнее время вопросы девчонки задают напрямую мне в инстаграм. Вместо того, чтобы писать в комментариях. Так, кстати, намного удобнее. Я здесь увидела. Сообщение очень длинное. Что касается измен. Меня прям бесит, когда говорят, что у мужчины полигамны. Это нормально, что у мужчины изменяют. У них так заложено. Ничего подобного. Я считаю, что если я верна, мне тоже должна быть верна. Вот запомните. Или, по крайней мере, если я прощу когда-нибудь в жизни измену, отправьте мне это видео. Никогда в жизни. Я считаю, что если мужчина работал на два фронта, так скажем. Долгое время это уже характеризует его. Одно дело, измена произошла. Например, выпил в какой-то компании. Его как-то соблазнили. Произошла такая шляпа. И ладно, там, женщина простила своего мужчину. Но если он живет на две семьи, я бы лично не простила. Я считаю, это неправильно. У меня бабушка постоянно говорит, что это нормально для мужчины. Мужчина может изменить или должен изменять. Но в то же время я бы не стала постоянно устраивать какие-то скандалы, искать что-то. Потому что запретный плод сладок. Ты постоянно будешь говорить ему, не изменяй. Смотри там на работе, не посмотри на кого. Я склонна верить человеку. Не перепроверять. Я не знаю конкретно вашу ситуацию, Виктория. Не знаю, как там было. Что, как. Но я считаю, что если ты сама можешь обеспечить своих детей, ты никак не нуждаешься в своем этом муже, который тебе изменяет. Стоишь твердо на ногах. Зачем такой мужчине нужен? Предал один раз, предаст и второй, и третий. Как практика говорит, не только тебе будет изменять. Для меня пример того, что мужчины меняются, это была Решетова и Димати. Но я так поняла, что он и продолжал ей изменять. Потому что она говорит, предательства повторялись. Слава богу, сейчас есть интернет. Люди современные. То есть я считаю, нет ничего плохого, если ты выйдешь еще раз замуж, например. Но за той, за человека, который тебя будет уважать, ценить. Не будет тебе изменять. Мой отец никогда не изменял моей маме. Он очень верный человек. И то, что говорят, что все кавказские мужчины все равно изменяют, это неправда. Мой отец всегда говорил моей маме, если даже так получится, что мы разведемся, я все оставляю тебе и ухожу. Просто собираю свои вещи и ухожу. Но и развод он предполагал только в крайних случаях. Я даже свое детство помню, никогда не было такого, что, например, мама сидела там, плакала в подушку, там папа не возвращался домой и так далее. Конечно, у моего отца есть другие минусы. Он очень нервный человек. Сыр тянется. Жить постоянно в состоянии недоверия я бы не смогла. Я считаю, что главная проблема заключается в том, что у нас женщины не имеют женской солидарности. Например, и тут встречаются с женатыми мужчинами, не думают о том, что они рушат семью, лишь бы найти себе вторую половинку. Сыр как тянется. Сыр как тянется. Сыр как тянется. У нас в деревне был случай, была семья, прям соседи рядом с нами живут, поженились, наверное, года 4 назад, жена была учительницей, потом ее уволили, кстати, из-за этого поступка. Не знаю, я вам рассказывала или нет, я просто реально не помню, я вам рассказывала или нет, не то, что я как бабка одной тоже рассказываю, ну, в общем, муж ездил на заработки, работал бедной на стройке, чтобы обеспечить семью. То есть у него как? Он месяц дома, месяц его нету. И старшая дочь уже во втором или в третьем классе, уже дети тоже такие, знаете, не маленькие. Я эту девушку давно видела, но как бы никогда не могла за ней подумать, что она может делать такой поступок. В общем, что она делала? Как только муж уезжает, у нее, оказывается, два одинаковых телефона. Одинаковые марки, все одинаковое. Как только муж уезжает, она берет тот телефон, который ничем не отличается, и общается там с мужчинами. отправляет им фотографии интимного характера. Может, даже и виделась с этими мужчинами. Просто это доказать не удалось. Как только приходит муж, она выключает этот телефон, кладет куда подальше, и все как ни в чем не бывало. Одно дело, один и тот же телефон, к примеру, да? На этот телефон в ненужный момент может позвонить любовник, или, например, нечаянно ты забыла удалить фотографии своей интимного характера, которые отправила. Поэтому она, чтобы дети тоже не прикопались, она просто взяла одинаковые два телефона. Одинакового цвета, с одинаковым корпусом. В общем, так получилось, что у своего телефона не то, что экран сломала, а сверху там есть стекло, там появилась трещина. И дочка ее заметила, что на телефоне трещина. А потом видит, что этой трещины нет. А потом видит, что опять появляется та же самая трещина. И она понимает, что у мамы, оказывается, два телефона, а не один. Как-то она замечает, что телефон мама прячет. И когда папа приезжает, ребенок зовет отца на разговор. и говорит, у мамы два телефона, пап, ты в курсе? Он бедный, из кожи вон лезет, где-то там на стройках работает. Лишь бы они хорошо жили, приходят домой, а тут нате. В общем, просто дочки, дочка уже поняла суть, сало жалко отца. И в общем, он находит этот телефон, смотрит, что там есть. И просто в шоке от того, какие там эротические фотографии, переписки, понимает, что они еще и виделись. И он показывает ей это все. Очень культурно расстался. Не стал ее избивать. Там еще что-то. Скандал. не пошел с ножом к ее любовнику. Просто единственная ошибка, которую он допустил, он отправил вот эти голые фотографии своей жены, хоть и бывшие, да, уже, своим родственникам в ватсапе. И сказал, вот, смотрите, чем занимается моя жена, когда меня нету дома. Непонятно как, но эти фотографии разошлись по всему селу. Уже у всех. даже я обидела эти фотографии, представляете, я еще человек, который из города приезжает в деревню. И вот теперь они разводятся, и получается пол дома, который он построил своими руками, теперь отходит его жене. Прикиньте, столько лет строил дом, муж один работал, старался. Теперь он должен платить алименты, продавать этот дом, половину дома отдавать жене, потому что это совместно нажитое имущество. хотя она ни дня не работала. Даже в деревне у них не было ни скотины, ни овец. То есть жена жила офигенно. И почему-то мы женщины вот на самом деле не ценим таких мужчин. И вот как-то он приходил к нам в гости, бабушка говорит, может, тебе все-таки стоит с ней помириться. И он такой, в принципе, я бы с ней помирился. Но, блин, ее фотографии уже у всей деревни мне просто стыдно. Он говорит, лучше бы я никому не рассказывала эту ситуацию, просто разошелся бы с ней. Жизнь непредсказуемая штука. И вот до сих пор, хотя у него алименты, там, гроши ему начислили, да, он платит нормальную сумму приезжает к детям, покупает все. А мать кайфует от того, что у нее теперь есть полдома, она свободна, еще плюс получает алименты. я осуждаю не только мужчин, но и женщин, которые поступают вот так. смотрю на эту ситуацию и, блин, жалко парня. Рано женился, и вот столько проблем. Так что, опять же, прощать измену или нет, дело ваше, я бы не простила, например. И доверять бы этому человеку я бы тоже не смогла. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. Пока.